Класс – паукообразные. Паукообразные – это наземные хелицеровые с крупной головокрудью, несущие короткие клешневидные или когтевидные хелицеры, длинные педипальпы и четыре пары длинных ходильных ног. Брюшко лечено конечностей. Дышат легкими или трахеями. Помимо коксальных желез, характерных для водных форм, у них имеются мальпигиевые сосуды. Известно около 63 тысяч видов паукообразных. Это преимущественно наземные формы, обитающие в почве и на растениях. Среди них имеются вторично-водные виды. А также паразиты животных и растений. Наиболее часто встречаются паукообразные скорпионы, сальпуги, пауки, сенокосцы и разнообразные клещи. Для многих паукообразных характерно выделение паутиных нитей из особых паутиных желез. Паутины играют существенную роль в жизни паукообразных. Добыча пищи, защита от врагов, расселение молоди и т.п. Паукообразные чрезвычайно разнообразны по форме и размерам тела, сегментации и строению конечностей. От привычноводных или церовых они отличаются приспособлениями к жизни на суше. У них более тонкие хитиновые покровы. Это облегчает вес их тела, что немаловажно для сухопутных животных. Кроме того, в составе хитиновой кутикулы у них появился особый наружный слой – эпикутикула, защищающий тело от высыхания. У паукообразных исчезли жаберные ножки на брюшке, а взамен появились органы воздушного дыхания – легкие или трахеи. Рудименты брюшных ног в них выполняют половую, дыхательную функции или превратились в паутиные бородавки. Ходильные ноги паукообразных более длинные, чем у водных эликсеровых и приспособлены к передвижению на суше. В пределах класса паукообразных наблюдается олигомеризация сегментации тела до полного слияния всех сегментов. Можно выделить несколько типов расчленения тела у паукообразных, важнейшие из которых – следующие. Первое. Наибольшей расчлененностью тела характеризуются скорпионы, близкие по внешней морфологии к ископаемым ракоскорпионам. Головогрудь скорпионов, как у большинства эликсеровых, слитная и состоит из акрона и семи сегментов, из которых последний сегмент редуцирован. Брюшко подразделяется на переднебрюшье из шести широких сегментов и заднебрюшье из шести узких сегментов и тельсона с ядовитой иглой. Вашему вниманию представлена схема внешнего строения скорпиона. Второе. У сальпук более примитивное расчленение головогруди, чем у других паукообразных. А крон, то есть передний сегмент головы, и первые четыре сегмента слитные, а последние три сегмента свободные, из которых самый последний сегмент рудиментарный. Подобное расчленение наблюдается и у некоторых клещей. Вашему вниманию представлено расчленение тела у сальпуги. Третье. Синокосцы имеют слитную головогрудь, а брюшко из девяти сегментов и тельсона, который слит с последним брюшным сегментом. Брюшной отдел уже не подразделен на передние брюшья и задние брюшья. Подобное расчленение характерно и для клещей синокосцев. Вашему вниманию представлено изображение расчленения тела у синокосец. Четвертое. У пауков слитные головогрудь и брюшко. За счет седьмого сегмента головогрудь образуется перетяжка между головогрудью и брюшком. Брюшко образовано одиннадцатью с литними сегментами и тельсоном, то есть анальной лопастью. Вашему вниманию представлено изображение расчленения тела у различных пауков. Пятое. Тело большинства клещей полностью слитное. Вашему вниманию представлено строение примитивного окореформного клеща надсемейстого эндео стигмата. Конечности паукообразных разнообразны по форме и функциям. Хелицеры функционально подобны мандибулам раков. Эти органы служат для размельчения пищи или прокусывания жертвы. Они могут быть клешневидными, как у скорпионов, сальпук, или когтевидными, как у пауков, или стелетовидными, как у многих клещей. Петипальпы могут служить для захватывания или удерживания добычи. Хватательные петипальпы с клешней на конце характерны для скорпионов и лже-скорпионов. Петипальпы сальпук жгутовидные и выполняют чувствующую функцию. У пауков петипальпы подобны ротовым щупальцам насекомых. На них сосредоточены осязательные, обонятельные сенсилы. У санцов многих пауков на петипальпах расположены совокупительные органы. У некоторых клещей петипальпы вместе с хелицерами входят в состав колюще-сосущего ротового аппарата. Четыре пары ходильных ног у всех паукообразных состоят из шести-семи членников и служат для передвижения. У сальпук, телефонов, первая пара ходильных ног выполняет функцию чувствующих органов. На ногах паукообразных много осязательных волосков, что компенсирует отсутствие у них усиков, характерных для других членистоногих. Вашему вниманию представлено изображение хвостатого паука телефона. На переднем отделе некоторых паукообразных имеются рудименты конечностей, которые выполняют различные функции. Так, у скорпионов на переднем сегменте брюшка расположены парные половые крышечки, прикрывающие половые отверстия. На втором – особые чувствующие грибневидные органы. И на третьем-шестом сегментах – легкие, то есть видоизмененные жаберные ножки. У пауков на нижней стороне брюшка имеется одна-две пары легких и две-три пары придатков, то есть паутиных бородавок, которые представляют собой видоизмененные рудименты конечностей. У некоторых низших клещей на брюшке имеются три пары коксальных органов, которые представляют собой придатки кокс, то есть тазиков, редуцированных ножек. Покровы представлены кожей – гиподермой, которые выделяют хитиновую кутикулу, состоящую из двух или трех слоев. Эпи-кутикула хорошо развита у пауков и стенокосцев, а также у некоторых клещей. Кутикула многих пауков разных светится в темноте, что объясняется особой структурой хитина, которая поляризует проходящий свет. К кожным производным относятся ядовитые железы у основания хелицер у пауков и ядовитые иглы у скорпионов. Паутины и железы пауков, пауже-скорпионов и некоторых клещей. Пищеварительная система паукообразных состоит из трех отделов. В зависимости от типа питания строение кишечника варьирует. Особенно сложное строение пищеварительной системы наблюдается у хищных паукообразных с внекишечным пищеварением. Такой способ питания особенно характерен для пауков. Они прокалывают жертву хелицерами, вводят внутрь жертвы яд и пищеварительные соки слюных желез и печени. Под влиянием протеолитических ферментов в ткани жертвы перевариваются. Затем паук всасывает полупереваренную пищу, а от жертвы остаются только покровы. На паутине паука часто можно видеть покровы высосанных им насекомых. В строении кишечника пауков имеется ряд приспособлений к такому способу питания. Передняя кишка, высланная кутикулой, состоит из мускулистой глотки, пищевода и сосательного желудка. За счет сокращения мускулатуры глотки и особенно желудка, паук всасывает жидкую полупереваренную пищу. Средняя кишка в головогруде образует слепые отростки. У пауков 5 пар. Это позволяет паукам и другим паукообразным поглощать большой объем жидкой пищи. Средняя кишка в большином отделе образует парные железистые впячивания. Печень Печень функционирует не только как пищеварительная железа. В ней происходит фагоцитоз, то есть внутриклеточное пищеварение. У пауков имеется 4 пары печеночных придатков. В задний отдел средней кишки образует вздутие, в которое впадают выделительные каналицы мальпигиевых сосудов. Здесь формируются экскременты и экскреты, которые потом выделяются через короткую заднюю кишку наружу. Паукообразные могут долго голодать, так как у них образуются запасы питательных веществ в особой запасной ткани, в жировом теле, расположенном в миксоцеле. Выделительные органы представлены коксальными железами и мальпигиевыми сосудами. В голову груди имеется 1-2 пары коксальных желез, которые соответствуют целоматуктам. Железы состоят из мезодермального железистого мешочка, от которого отходит извитой канал, переходящий в прямой поводной канал. Выделительные отверстия открываются у основания кокс-третий или пятый пар конечностей. Кокса или тазик – это базальный членик ног-членистоногих. Положение выделительных желез около кокс-ходильных ног послужило основанием для их названия – коксальные. В эмбриогенезе коксальные железы закладываются у всех паукообразных, но у взрослых животных они часто недоразвиты. Мальпигиевые сосуды – это особые органы выделения, свойственные сухопутным членистоногим. У паукообразных они эндодермального происхождения и открываются в задний отдел средней кишки. Мальпигиевые сосуды выделяют экскреты, то есть зерна гуанина. В кишечнике из экскретов оттягивается влага, что экономит потерю воды в организме. Кровеносная система у паукообразных не замкнутая. Сердце на спиной в стороне брюшного отдела. У паукообразных с выраженным расчленением тела сердце длинное, трубчатое, с большим числом остей. Например, у скорпионов семь пар остей, а у других паукообразных сердце укорачивается и число остей уменьшается. Так, у пауков сердце с тремя-четырьмя парами остей, а у клещей с одной парой. У некоторых мелких клещей сердце редуцировано. Вашему вниманию представлена схема внутреннего строения паукообразных на примере паука. У паукообразных возникли два типа органов воздушного дыхания – легкие и трахеи. Существует гипотеза о том, что легкие паукообразные образовались из брюшных жаберных ножек рака скорпиона. Об этом свидетельствует их пластинчатое строение. Так, у скорпионов легкие расположены на третьем-шестом сегментах брюшка и представляют собой глубокие впячивания, в которых изнутри находятся тонкие перистые листочки. По своему строению легкие паукообразных похожи на жаберные ножки водных хелицировых, погрузившиеся в кожные впадины. Легкие имеются также у жгутоногих – две пары, и пауков – одна-две пары. Вашему вниманию представлена схема происхождения легких у паукообразных. Трахеи – это также органы воздушного дыхания у сухопутных хелицировых. Они представляют собой кожные впячивания в форме тонких трубочек. Вероятно, трахеи возникали независимо в разных филогенетических линиях паукообразных. Об этом свидетельствует разное расположение стигм, то есть дыхательных отверстий, у разных паукообразных. У большинства на первом-втором сегментах брюшка, у сальпук на втором-третьем сегментах брюшка, и на голову-груди, и непарная стигма на четвертом сегменте брюшка. У дву-легочных пауков на последних сегментах брюшка, а у некоторых – у основаниях хелицер или ходильных ног, или на месте редуцированных легких. Наиболее мощно развита трахейная система у сальпук, в которой различают продольные стволы и разветвление, проходящие в разные участки тела. Вашему вниманию представлено изображение трахейной системы сальпуги. В разных отрядах паукообразных наблюдаются разные органы дыхания. Только легочное дыхание характерно для скорпионов, жгутоногих и четырех-легочных пауков. Трахейное дыхание свойственно большинству паукообразных, лже-скорпионам, сальпугам, сенокосцам, клещам и некоторым паукам. А у дву-легочных пауков имеется одна пара легких и одна пара трахей. Некоторые мелкие клещи не имеют органов дыхания и дышат через кожу. Головной мозг состоит из двух отделов – протоцеребрума и иннервирующего глаза, и тритцеребрума, иннервирующего хелицеры. Дейтоцеребрум, свойственные другим члестоногим, у которых имеется первая пара антенн, у паукообразных отсутствует. Брюшная нервная цепочка иннервирует остальные конечности головогрудей и брюшка. У паукообразных наблюдается тенденция к слиянию ганглиев брюшной нервной цепочки, то есть олигомеризации. У наиболее расчлененных форм, как у скорпионов, имеется один слитный головогрудной ганглий и семь ганглиев в брюшном отделе. У сальпук, кроме головогрудного ганглия, имеется лишь один брюшной узел. У пауков сохраняется только головогрудной ганглий, а у клещей и синокосов выражено только окологлудочное ганглиозное скопление. Вашему вниманию представлена схема нервной системы паукообразных на примере скорпиона. Органы зрения развиты слабо и представлены одной, тремя, четырьмя, шестью парами простых глазков на головогруди. У пауков чаще восемь глаз, расположенных в две дуги, а у скорпионов имеется одна пара крупных срединных глазков и две-пять пар боковых. Основными органами чувств у паукообразных являются не глаза, а осязательные волоски и трихобудрии, улавливающие колебания воздуха. У некоторых паукообразных имеются органы химического чувства, леровидные органы. Они представляют собой небольшие щели в кутикуле, на дне которых в мягкой мембране подходят чувствующие отростки нервных клеток. Большинство паукообразных – хищники, охотящиеся в темноте, и поэтому для них особое значение имеют органы осязания, сейсмического чувства, то есть трихобудрия, а также обоняния. Паукообразные – раздельно полые. У некоторых выражен половой деморфизм. У многих пауков самцы несколько меньше самок. И у них на педипальпах имеются вздутия – семенные капсулы, которые они заполняют спермой в период размножения. Канады парные или слитные. Протоки всегда парные, но могут впадать в непарный канал, открывающийся половым отверстием на первом сегменте брюшка. У самцов некоторых видов имеются дополнительные железы, а у самок – семиприемники. Вашему вниманию представлена схема половой системы паукообразных. В первом случае самцы оставляют на поверхности почвы сперматофоры, пакеты со спермой, а самки их находят и захватывают половым отверстием. Самцы некоторых видов вкладывают сперматофоры в половые отверстия самок при помощи педипальп, а другие первоначально набирают сперму в семенные капсулы на педипальпах, а затем выдавливают ее в половые пути самок. В некотором паукообразном свойственны копуляция и внутреннее оплодотворение. Развитие прямое. Из яиц выходят молодые особи, похожие на взрослых. У некоторых видов яйца развиваются в половых путях и у них наблюдается живорождение. Например, у скорпионов, уже скорпионов, некоторых клещей. У клещения редко наблюдается метаморфоз, и их личинки, нимфы, имеют три пары ходильных ног, а не четыре, как у взрослых. Вашему вниманию представлено изображение педипальпы Сенца-паука с капулятивным придатком.